снял дмрв датчик массового расхода воздуха маф сенсор и хочу его сейчас почистить что-то он слишком слишком грязный менял как вы помните в прошлый раз воздушный фильтр и заметил что дмрв у меня очень грязный такой не он на нем конкретный налет такой какой-то пыли и вот сейчас я с ним хочу разобраться почистить его помыть приступим к этой теме и так вот он этот весь датчик в сборе сам сенсор вот он и вот так если будет вам видно то слишком такой пыльный нож вот так будет видно пыли какой-то глинистой целый килограмм сейчас разберу его снимается он здесь два торекса вытащу и посмотрим что с ним происходит ну а этот патрубок тоже воздушно он идет от фильтра самого воздушного и в турбину вот я его тоже уже замыл он тоже был внутри слишком пыльный и грязный сейчас он почище он там еще не достал таки какие-то глинистые такие жирные отложения на лед целый тоже внутри был сильно грязный так вот такой торакс т20 и ты откройте слишком тут пошел так а этот слишком затянутый давно никто тут ничего не крутил можете вообще не крутили не вижу что мы были откручены так да до хера пыли прям такой жирной такой глинистой пыли и вот он вот такой он грязный он капец грязный до хера на хера здесь пыли он а штамп слой как он еще удивительно работает неизвестно капец 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 так нужно мягкую щеточку зубочистка зубочистка мягенькая аккуратненько аккуратненько щас и так ух ничего себе пылюка столбом надо же по ходу его тут очень давно не обращали на него внимание очень давно слишком загрязненный такого не должно быть сюда вот аккуратно 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 здесь надо аккуратненько прям аккуратненько вычистить все пыль столбом на наш прям килограмм охренеть так сейчас вот там внутри все зачищу охереть тереть глина сплошная ничего себе глина так сейчас капец капец здесь грязище основательно сейчас все здесь зачищу все это шлак этот весь отыщили тут никто ничуть не не мыл не зачищал так сам резистор транзистор вот находится вот тут вот вот внутри вот там вон сейчас вам должен быть видно вот он туда я никак не смогу подлезть и потом туда не нужно лазить ничем очень деликатная вещь поэтому насколько сейчас вот смогу вот так почищу но не трогая сам резистор транзистор также здесь в этом отверстие это здесь зачищу просто налет глины который там был и зачищу здесь тоже вот этот такой центральный насколько подлезу туда сейчас я его и почищу ну а там дальше вот отсюда с этого отверстия попробую просто карб клинером замыть карбом так если это чище чистящим средством для карбюратора впрыска видите смотрите сколько грязи офигеть главное вот механически не трогать не воздействовать на транзистор иначе сразу будет крышка так сейчас зачищу очень очень много грязи смотрите видите удивительно еще как он при этом мог работать может работать он рабочий он показывает все сколько ему положено но очень слишком много пыли в нем это из-за того что они меняют фильтра воздушные он начинает сосать со всех щелей фильтр забивается и вот такой вот получается эффект естественно из-за неправильной работы дмрв это сказывается на работу самого двигателя на смеси образования и тому подобное расход топлива нестабильности работы самого двигателя там пластиночка еще такая есть тоже очень деликатная на которой садится пыль на лед и она уже неправильно начинает считывать информацию вот ее тоже нежелательно чем-то воздействовать на нее механическим способом а тем более грубо воздействовать все это сразу он выйдет из строя поэтому там только можно промыть его карп клинером и тоже с умом надо промывать очень деликатно тогда можно еще продлить срок службы вот маф сенсора еще можно вскрыть вот эту крышку она держится на таком клеевом составе типового герметика и прочистить промыть уже более наглядно детально но я это не буду делать это лишний геморрой будет поэтому так поверхностно пройдусь все лучше будет чем вот он в таком состоянии был и дальше бы еще больше загрязнялся ну и все сейчас как бы он вот так вот уже блестит да блестит чистенький там замыл так слишком не стал замывать насколько смог туда короче залил и еще его просушил внутри сухой нету сейчас это карп клинера так короче как он ставится он ставится вот так вот вот сопло вот входное и ставим в сторону вот в сторону сеточки а по-другому его не поставишь если наоборот установить то у вас не совпадут вот крепежные отверстия вот таким образом сейчас мы его втыкаем раз закручиваем на место я думаю что немного продлил ему жизнь вот и будет более адекватно работать все лучше чем на нем было это тонна этой пыли и грязи какой-то глины ну сейчас он чистый ему будет работать легче ну вот ребята почистил дмрв я думаю что он поработает еще и поработает адекватно чем вот в таком грязном состоянии он был ну а если вы еще хотите смотреть про мойку чистку дмрв то у меня в плейлистах можете найти такие видосики когда-то как-то я чистил замывал если мне не изменяет память это по-моему на омеге opel омега по-моему замывал такой чистил потом пару мерседесовских чистку делал и они после чистки довольно такие еще адекватно продолжали работать ну вот такой вот видосик на этом все и всем пока